Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну хорошо, так вот, минимум 8 часов А я читал, понимаешь, о том, что спать можно 6 часов Причем интересно, мужчины должны спать 7 часов или сколько-то, а женщины должны спать на час больше? Ну, я говорю, минимум 8 часов для тех, кто после 45 Да, если человек молодой и его восстановительные функции работают в совершенстве, то он может спать 4-5 часов в день Дело в том, что с возрастом, как раз в период, когда начинает портиться зрение, у нас меняется один механизм засыпания Есть два механизма засыпания И вот один из них, который идет по стимулирующей, так сказать, дуге Это саркезиен называется То есть саркезиен это как бы связан со светом и движением Земли Значит, вот этот вот механизм, он начинает меняться И медиатор, который раньше, в детстве и в молодости был стимулятором, вдруг становится ингибитором Я говорю о таком многоизвестном стимуляторе Называется гамма-аминобутырик-эсид Ну, это всем известно, конечно Да-да Как это называется? Гамма-аминобутыриновая кислота Значит, дело в том, что вот этот механизм, он настолько... Я вот долго изучал над этим Как происходит процесс засыпания? Слово это изучал В общем, ну это биохимия, это окей Ну просто этот медиатор, он ключевой, его нужно знать Значит, и вот с возрастом, когда меняется зрение, у человека появляется зоркость Он не может видеть вблизи В этот момент этот нейромедиатор Или благодаря ему, или вследствие этого, значит, происходит нарушение засыпания Механизм сами И если человек засыпает от усталости, то он просыпается Потому что он не вошел в глубину, на ту глубину И порог, значит, action potential, то есть порог чувствительности тормозных путей То есть, если еще под тормозным путем идет засыпание Он резко повышен и не доходит до того момента, чтобы триггерить вот этот вот цепь В общем, это такая, это все теория И мы разработали такой практичный, вообще уникальный метод Засыпание Засыпать Да, вот сейчас мы уже в нашем центре Едешь, едешь Нет, нет, я имею ввиду Есть люди, которые действительно страдают с бессонницей Таких очень много И мы вот организуем именно практически такой семинар двухдневный Значит, как научить навыкам, да, вот изменения определенных рефлексов И, значит, физическое состояние своего тела и как быстро засыпать Опек, мне не совсем понятно И глубоко засыпать, быстро и глубоко Со сном, ну, вот то, о чем ты рассказываешь, очень здорово Все более-менее как-то А какой, все-таки, я не понял, связи зрения со сном Мы же спим, как бы, не бодр, не бодр Ну, понимаешь, дело в чем Какая разница, как я вижу Не происходит аккомодация Значит, во время сна взгляд так и остается, знаешь, на уровне Ну, максимально, значит, для тебя удобно Смотри, вот допустим, если, если, ну, вот твой, вот фиксация, да, происходит Вот, допустим, я приношу поближе, да, текст У меня происходит удлинение этого яблокоглазона Да И удлинение этого кристаллика, да Да, и что? Значит, я вот нормально вижу Потому что происходит это аккомодация Потому что ты еще молодой Ну, если, ну, если Близорукость у тебя еще не наступила Да, еще не наступила Но если, ну, у меня еще близорукость У меня как бы сейчас улучшается близорукость Понимаешь, это комментирует Волоняет Значит, но Вот эта вот фиксация Она, когда вы закрываете глаза Она должна происходить во время снатолия Но этого не происходит И у человека сны кольковые Ну, это все на семинаре объясняется Просто сейчас Ну, мы сейчас не о семинаре Мы сейчас о фазах сна Это у меня один, я извиняюсь, перебил Один, ну, который участвовал Мне звон, говорит, вот, Абек, я вот Говорит, все прослушал Все прослушал Вот после семинара Я так все быстро засыпал Все хорошо И вот сейчас я уже забыл Забыл что? Да, забыл вот эти пункты Как это делать Как засыпать? Да Я говорю, ну, послушайте Вы должны внимательно А он по пунктам засыпал? Ну, а там есть пункты свои Там шесть ступеней, как засыпать В общем, очень интересно И он говорит, я забыл Поэтому Вот это вот внимательно Объяснить Подробно объяснить Детально Значит Как интернализовать Вот эти вот техники Для этого у нас и этот семинар Понимаешь? Еще раз Мы сейчас не про семинар Мы сейчас о другом Мы сейчас говорим теорию Допустим Да, мы сейчас говорим про теорию О фазах сна Вот Сколько существует фаз сна И какие из них главные? Ну Если можно так сказать Это все есть на интернете И Я не думаю, что людям это интересно Но есть Ну, четыре основные фазы сна Да Давай вот так Это медленного сна И есть еще один такой уникальный сон Ортодоксальный сон Ортодоксальный сон? Быстрое движение глаз Rapid Imoving Где мы в основном Видим Сны Такие Яркие сны И Удивительно то, что Во время этого сна Вроде бы мы спим Но Активность мозга Она Практически одинаковая с активностью Вот Водорством В какое время? Это происходит обычно Где-то на 70 минуте засыпания На 70 минуте засыпания? Да Значит У нас цикл идет по 90 минут В 90 минут Значит идет Такой Ну Медленный сон Это все определяется По количеству определенных Волн Есть альфа Бета Мю Кю Есть дельта Тета Волны И в зависимости от Процента Вот этих волн Мы делим на определенные стадии Знаю Вот вторая стадия Там еще есть К комплекс Такой Тоже интересно Такое Гретинообразное движение Волн И это Я не знаю Зачем это надо Рассказывать Потому что Ты не рассказываешь Да Но ты говоришь Про теорию Нет Теория По простому А то Кюмезон Пимезон Ньюмезон Слушай Мы же не об этом Да Но ты просто Поворил теорию Это окей Значит Давай просто Про важность Сна Рассказывать Людям Интересно Всем интересно Важность Может быть И у нас есть вопрос Извини пожалуйста Я его задам А то потом Не сойдет И долго Рестать будет Пишет нам Алла Я заметила Что люди Перед смертью Простите Перед смертью Засыпают Везде Перед смертью Постоянно спит Человек Вот у меня бабушка 95 лет Она два года Я провела Где-то вот так Дело в том Что Один Вот второй механизм Я говорил Срикадий Есть второй механизм Это называется Гомеостатический Драйв То есть У нас накопляется Огромное количество Гормонов Локальных Усталостей И один из них Это аденозин Он мощный Он значит Является Побочным продуктом Расщепления Атея Это аденозин Аденозин Да Значит Вот этот аденозин Настолько У людей У которых Не происходит Нормальная Репродукция АТ Аденозин Преобладает Буквально На зашкаливающем уровне И эти люди Постоянно Они не спят Они просто Настолько Их мозг Отравлен Вот этим аденозином Что все функции Просто не могут Выкарабкаться Потому что Все рецепторы Забиты этим аденозином И Не происходит Его утилизация И Естественно Человек потихонечку Когда уже Этот аденозин Доходит До центров Соответственно Двигательного И дыхательного Центра Человек умирает Это Преступ Человек умирает Еще и до этого Потому что У него уже Корка вымерла Он не понимает Ну Спрашиваешь Какое сегодня Число Он не знает Как тебя зовут Он не знает То есть Он уже Как бы Там Окей Поэтому Вот это и показано Насколько важно Здорово Спать Если человек Хорошо спит Он живет Долго Все долгожители Спят Очень хорошо Как только Нажать сон Они умирают Поэтому Китайцы У китайцев Пытка И они Не дают Они Ничем Ничего Там не делают Они не дают Спать Человеку Они постоянно Там музыка Что-то там Распорки Вставляют В общем Не дают спать Человек умирает За 7 дней За 7 дней Да В зависимости От Мощности Метаболизма У человека Если Может и 8 А как Насчет того Что говорят Еще раз К примеру Эйнштейн Спал 2 часа в день Или кто-то Кто-то с ним Спал Откуда Вот я Об этом Не знаю Вот кто-то Люди Говорят Я вот Всю ночь Не спал Окей Значит Когда я Приехал В Америку Я работал С дедурки С дедурком С дедурком С дедурком Один Да Я смотрел У меня английского Не было Еще И Спит Не спали Без этого Там заснуло 2 часа Здесь заснуло Час Там Подремало И так накопишь Так Это не 8 А 9 часов Получишь Понимаешь А вот Если спать Вот так Скажем По 15 По 20 минут Это нормально Организм Адаптируется К любому Режиму Сна Лишь бы Сформировалось Адекватное Количество АТФ Но Единственное Что А как определить Единственное Что Стоят с аппаратом Мэрид Или как Ну Это общее состояние Единственное Что Нужно Соблюдать Вот Этого церка Саркедианс Цикл Который Ну Суточный Цикл Потому что У нас Мелатонин Гормон Омолаживания И Исцеления Внутреннего Который убивает Все раковые клетки Убивает Все Хронические Процессы В начальной Стадии Вот этот Гормон Мелатонин Он образуется Где-то С 8 Вечера До Где-то Восьми Утра Ну 7.30 Вот так Утра Поэтому Вот в это Время Если спать Если вот В это Время Дать ему Возможность Чтобы он Прошел По всем Клеткам Чтобы он Время Часто В Клеточный Мембран Через клеточный Мембран В клеточный Цитозоль Тогда Сон Идеальный И человек Будет жить Долго И нормально Во сколько Желательно Желательно Вставать Вставать Утром И у нас Спаться В шесть Правильно То же самое Оптимальное Да Кто рано встает Тому Бог дает Потому что Желудок Срабатывает Где-то От 7.30 До 8 Потому что В 10 часов Перистальтика Прекращается Практически После 10 Желательно В рот Ничего не брать Ночью И где-то К 8 Она Активизируется И человек Должен сходить По большому Поэтому Вставать Лучше До этого Времени Можно умыться По поводу Желудка Я думаю Я все время думаю Какая связь Желудка С глазами Большая Вот И я вспоминаю Жванецкого Он говорил Желудок Давит на глаза Желудок Это На тему того Что вам Дама вам Грозит Недвижимость То есть А куда Она будет двигаться Шаг вправо Плита Шаг влево Холодильник Вот И Оттуда 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 Хорошо Так Скажем В течение ночи Допустим Восемь часов У нас есть Циклы Сна Верно? Можно их подразделить Там Сон такой Это Сон такой Это Сон такой Значит Я объяснил Есть Медленный сон Нет Быстрый сон Медленный Быстрый Медленный Когда? Медленный Сон Идет Где-то В течение 90 минут Быстрый Сон Да Этот Цикл Должно быть Как минимум 4-5 Циклов Значит Как минимум 4 Но так 5 Тогда получится У нас Как раз 8 Где-то 8 часов Значит Быстрый Сон Как только Мы выходим Из Последней Стадии Медленного Сна Человек Ну Идет К уровню Бодрствия Но не совсем Если Если допустим Через 90 минут Человек Проснулся То Значит Его первоначально Уровень Вхождения В сон Было Высок И он Просыпается Обычно Обычно Люди В час Два Опять Просыпаются И не могут Заснуть Но Если Здоровый Сон Он Вошел Глубоко И Значит Вынурнул В этот Момент Входит Быстрый Сон Он Где-то Он На Следующей Стадии Медленного Сна Во Второй Стадии Медленного Сна Он Внедряется И Продолжается Около 20% Медленного Сна Значит В этот Момент Происходит Опять-таки Человек Может Потеть Обычно Державаться Там Ну У кого-то Эрекция Там Преопизм Что-нибудь Такое Тоже Наверное Беспокоит Все Происходит В этот Момент Быстрое Движение Глаз Сон Быстрое Движение Глаз Скажи Пожалуйста Вот У нас Вопрос Как же Засыпать Спрашивают Как Засыпать Хорошо Если бы Вы приехали К нам На Семинар Ты Всех В Чикаго Приглашаешь Всех В Чикаго В Ташкент Могут Приехать А Если Подожди Зачем Куда-то Ехать У нас Все Сколько У нас Десять Классов Они Онлайн Идут Онлайн Ты Усыплять Там С помощью У нас Для этой части Геннадий Будет Сразу Гончаров Он Усыпляет Только Так Спите Геннадий И все Сразу Засыпают Гипнотизеры Гипноз Да Гипноз Отлично Для Именно Стимуляции Сна Но Гипноз К сожалению Не может Работать На Торможение Будет Свою Я могу Это Объяснить Более Так Глубоко Теоретически Дело В том Что Я сам Занимался Гипнозом Очень Долго Значит Есть Мы Гипноз Это Внушение Значит Внушение Во время Сна На самом Деле Но Гипнотического Сна Человек Как бы Ни В коем Случа Не сможет Войти В состояние Глубокого Сна Почему Потому Потому Что К сожалению Как бы Мы Там Не Усваляли Гипноз Гипнотизеры Стали Гипнотизерами Только благодаря Гипнабельным Людям Люди Которые Поддаются Гипнозу Потому Что Из Ста Может быть Двое Трое Они Настолько Гипнабельны Что Гипнотизер Может Делать Все Что Хочешь Поэтому Как бы Их Такая Как бы Вообще Профессия Гипнотизера Она Прославилась Только Благодаря Таким Людям Гипнабельным Которые Доверчивые И Которые Подыгрывают Они Не Могут Сказать Нет Такие Люди Обычные И В общем Про Гипноз Можем Ну Я думаю Геннадий Сам Расскажет Про Гипноз Да Он Расскажет Тут Еще Вопрос Надежда Ну Это Не Специальность Айбека Осознанное Сновидение Вам Наверное Проще Посмотреть Михаила Радугу Он В основном Занимается Вот этими Вопросами Хотя Там Идет Речь Об Астрале Но В общем Это Осознанное Сновидение Или Я Когда Нибудь Когда Я Этим Вопросом Тоже Занимался Я Как Нибудь Расскажу Может Быть Но Это Целый Цикл Это Длинная Это Не Одна Передача Осознанное Озновидение Вот Люди Когда Покушают На ночь У них Снятся Кошмары У них Осознанное Сновидение Обычно Люди С проблемами С кишечником У них Появляются Такие Осознанные Явления Видения Они Горят Яркий Солн Потому Что Перестатика Не происходит Но Пища Здесь И Происходит Интоксикация Мозг За счет Вражения И Вот Эта Интоксикация Она Как бы Окисляет Кровь В этот момент Повышение Ацедотности Она дает Такое Состояние Полу Сна Полубодрости И Человек Входит В такое Уникальное Измерение Ни Сон Ни Бодрости И Тогда Происходит Значит Яркие Такие Интерпретации Вот Этого Интоксикации Мозгов Такие Яркие Изображения Но В данном Случае Речь Идет О другом Это Есть Специальная Техника Как Войти Это Другое Несколько Другое Я просто По патологии Говорю Да Вот Еще Вопрос Наташа Спрашивает Да А Если При выходе Из сна Под утро Видишь Всяких Интересных Сущностей Что Это Такое Это Гипногогические Сны Гипнокогические Гипногогические Сны Есть Прегипногогические Есть Позгипногогические Прегипногогические Это Когда Перед Сном Вроде Заснули Что Такое Ярко Увидят Как раз таки это и есть. Так это сочность, она же говорит про сочность. Гипногогические сны, они галлюциногенные. Человек проснулся, его состояние почти в бодрствовании. И это игра воображения, это игра ретикулярной формации. Ретикулярная формация делится на несколько центров. Из них самый интересный центр это центр, который отвечает за Паркинсон, кстати. Тигеменш. Центр Тигеменш. И он производит допамин. Допамин настолько мощный медиатор, который окрашивает все ваши мысли. И вот тот момент, когда ретикулярная формация вроде бы активизировалась, но если не активизировалась допустим, есть еще центры, которые отвечают за ацетилхолиновые медиаторы, активизировалась только допаминергические центры, то тогда у вас будет вот эти вот гипногогические сны. Это называется гальциногенные сны. это дело не в том, что вы видите что-то там это все. Это настолько мощный мозг, насколько его вот эта вот функциональность продуцирует вот эти вот необычные ощущения для человека. Потому что мы привыкли работать по механизмам в основном ацетилхолиновых медиаторов, но когда они блокируются, допустим, при курении марихуаны, при потреблении экстази, при употреблении других наркотиков, у нас активизация мозга, вообще работа мозга идет не по ацетилхолиновым медиаторам, она идет по другим. И вот это вот создает какое-то необычное видение. Поэтому наркоманы и аддиктуют к этому. То же самое все любые практики, они ограничены тем, что они стараются поменять вот эту работу мозга. На самом деле чтобы действительно интерпретировать эти гипнологические сны как явление такое необычное, это конечно как бы двояко.